тогда я вам сейчас начинаю показывать свой экран а вы мне говорите видно или не видно видно да сейчас нет сейчас видно только маленькую часть экрана занимает на полный экран замечательно это вот программа которую недавно только выпустили в оборот и с которой хорошо бы нам что такое поделать сейчас тоже видно все на весь экран программа которая называется animatron и вот сверху написано здесь animatron.com если войти home не надо просто animatron.com ну ссылка вам пришлю как только войдете надо будет здесь справа зарегистрироваться как-то залогиниться к своей почте привязать лучше и дальше работала такая нажимаете на кнопочку create your own movie да вот нарисована зеленая писать animatron тоже ссылку пришлю и открывается вот такой экран замечательный видно да если уж что-то покупать то лучше покупать как раз планшет для рисования потому что он наверное пригодится вам во многих случаях стоит тысячи там три-четыре представляете графический планшет да если получится у тебя вот эта программа чтобы ты могла рисовать пальцем на ней запустить программу эту я не пробовал еще думаю что даже не знаю если получится то будет замечательно хорошую мысль для подсказала но неважно пока не надо покупать ничего пока пока без этого будем ходиться и тут планшет графический хорош для того что если выбираешь инструменты вот слева видно инструменты да если выбираешь карандаш то мышкой самой рисовать конечно можно но неудобно рисует все в векторном виде кривыми без е так называемыми которые потом можно редактировать но если нет никакого планшета то есть фигуры с помощью которых можно рисовать круги и заполненные нет звездочки всякие по выбору там можно отрегулировать чтобы они разные получались квадраты прямоугольники и линии просто и с помощью вот этих графических примитивов можно создавать чего угодно то есть мне на графический планшет это я зря погорячился ничего из этого не надо любые последние изменения в рисунке выбираются control z тоже такая стандартная достаточно вещь что умеет эта программа делать но с тем как тут текст набирать как можно залить заливку использовать это потом разберетесь а сейчас пока давайте попробуем просто какой мячик нарисуем слева заполнение fill квадратик можно поменять цвет а можно сделать градиентную заливку градиентную заливку либо линейную либо радиальная и мячик такой вот сделать такой чтобы он был больше похож на на реальный тени с тенями со всякими наверное можно здесь сместить его еще сюда в бок кого-то он освещен сверху там или наоборот снизу и черный цвет поменять на белый чтобы он как будто отражал что-то такой гораздо радостнее рисунок выглядит и теперь этот мячик можно заставить двигаться заставить двигаться если вы внизу вот здесь справа видно есть аниме это сверх если наверх поставите кнопочку дизайн если просто рисовать и нам на час перейти в режим аниме и снизу расположена стрела времени на которые сейчас на за ограничение положено 10 секунд можно сдвинуть там до 20 секунд и так дальше но нам даже 10 к 10 секунд час много процесс анимации вот какой простой замечательный выбираете стрелку верхнюю для того чтобы можно было делать выбор селекцию ставите в начальное положение бегунок который здесь бегает и вместо положения сдаете мяча после этого бегунок переводите в какое-то другое состояние в конечное например и сдаете ему новое положение вот такое все вот эта анимация закончена если теперь бегунок перейти перевести опять в начало и запустить треугольничком в центре то он будет двигаться в течение 10 секунд пройдя вот это расстояние понятно да если мы теперь перенесем можно траекторию это поменять нам не нравится что по прямой движется пускай будет двигаться по какой-то параболе мы будем задавать новые моменты времени и вручную менять траекторию а тут он решил обратно вернуться и теперь запустить опять программу он будет падать траектории на который мы выстроили двигаться сейчас просьба вот с этой штукой поэкспериментировать попробовать да и потом это ваша программа она на вашем на сайте этого аниматрона будет надо и название придумать здесь вот слева если щелкнуть на поле рисунка не на фигуре слева будет видно имя проекта и здесь ввести какое-то имя лучше писать латинскими буквами например name 1 у меня получилось правда что-то не то name name 1 если мы хотим размер экрана изменить здесь вот есть w вид и edge это высота если подвести курок курсор них самим цифрам а чуть пониже то просто двигая самим курсором право-влево мы можем менять размер экрана такая удобная вещь и высоту экрана можем создавать любой фон можно создавать как раз заливкой теперь линейный чтоб можно было чего угодно там разместить и шарик будет на этом фоне двигаться можно сделать например здесь еще звездочку и дальше такая есть удобная вещь так как заставить эту звездочку двигаться по траектории мы карандашом рисуем какую-то траекторию потом выбираем стрелку сначала указав на траекторию нашу линию выделяем ее и нажимаем правую кнопку мыши и здесь есть кнопочка копия control c а потом наш объект который должен двигаться по траектории его выделяем правую кнопку мыши и тут есть snap to pet добавить к траектории и теперь если мы включим нашу анимацию а звезду то я в конце только рисовал поэтому она в конце появится зря так старался надо было бегунок в начало поставить вот здесь звезда появилась когда мы давайте все это удалим ctrl z ctrl z ctrl z кривую удаляем дел и бегунок поставлю в начало то же самое сейчас сделаем бегунок в начало звездочку рисуем и теперь рисуем траекторию пятиугольная звездочка выделяем сначала нашу траекторию правая кнопка мыши копием копируем траекторию путь потом приязка к траектории теперь у нас звездочка будет двигаться по траектории которую мы задали а саму траекторию можно убрать правая кнопка мыши view и тут есть hide скрыть и получается вот такое кино у нас шарик движется по какой траектории которую мы вручную задали а пятиугольник движется по траектории которую мы нарисовали мы можем теперь за время движения еще какие-то свойства добавить например звездочка у нас будет сделает какое-то количество оборотов за время свое движение а шарик поскольку его оборота нам будут не видны давайте сделаем так что он будет у нас поворачивается вокруг вот этих осей сначала так потом вот так посмотрим что получится пятиугольник начал двигаться а шарик движется нормально после этого можно выйти это значит у нас все готово теперь мы можем выйти в паблиш кнопочка здесь есть и она выдает ссылку которую можно по которой можно будет которую можно послать своим соавторам например который будет редактировать ее и снизу есть код который можно вставлять в сайт в блог но пока только в блоге я умею вставлять в сайт еще не доработано здесь вот эту штуку надо освоить попробовать придумать какую-нибудь программку вроде той что вот я тут сделал ссылку на которую я присылал в письме наровидали да да с этой тележкой которая движется а он сохраняет только на облако или он сохраняет только на компьютер ты можешь сохранить здесь вот в инструментах взять html5 и можешь сделать видео и у видео выбрать формат mp4 в виде mp4 ты можешь это дело взять ссылку ну и каким-то образом сохранить на диск к себе работа с проектами здесь есть проект duplicate open new project загрузить проект который был готов удалить проект ну пока вот с этим попробовать разбираться и придумать программу мне вот например очень хотелось бы программу такую которая будет рисовать наклонную плоскость по которой движется тело и рисовать вектора vx в зависимости от времени и vy vx у нас будет естественно постоянно во все моменты времени а vy будет у нас сначала большая проекция потом она будет уменьшаться и вверху обратиться в ноль вот что-то вроде такого попробовать сделать но из поскольку начинается скоро вращение у нас то что такое придумать с вращением делать а программу смысле то есть просто мультик какой сделать просто мультик такой сделать и мне ссылку прислать да хорошо ну тогда вроде как на сегодня все и как раз час наше прошел в следующий раз наверно не в четверг у нас будет а когда-нибудь другое время предположительно во вторник среду если значки придумайте какие решать с планшетом то мне письмо пришлете да давайте ну до встречи тогда до свидания а извините а можно писать в канкаус прямо или только на почту чат можно до свидания до свидания до свидания что чё плохо включать чё плохо включать не так ли а мало людей что ли а мало людей это страшно а что плохо никак не могу включать чехол трансляция уже бы не записывалась а м и м а и Продолжение следует...